Как принято говорить, есть три вида лжи. Ложь, наглая ложь и азербайджанская правда. Или азербайджанская ложь может быть правдой, при незнании древней истории. Мы хотим, чтобы молодое поколение Азербайджана знало свою настоящую историю. Поэтому, когда я говорю, что Зангизур – это древняя азербайджанская земля, это правда. Зангизур был передан Армении в 1920 году. Ранее он принадлежал нам. Зангизур исторически входил в состав провинции Сюник Великой Армении и граничил с провинциями Айрарат, Воспуракан, Арцах, Утик и Гугарк. На территории Сюника были обнаружены записи Арташиса I до н.э. 189-160 года. До н.э. со II века до конца IV века н.э. Сюник входил в состав Великой Армении, где царствовали арташисяны, затем аршакиды. Когда я говорю, что Гейча или Сиван, как они его назвали, это азербайджанское озеро, это тоже правда. Достаточно посмотреть на карты начала XX века, и вы не найдете там Сивана, но вы найдете там Гейча. Озеро Сиван. Сколько неразгаданных тайн хранят его воды. Много догадок, связанные с этими знаками на прибрежных камнях. Лишь сравнительно недавно ученые расшифровали в них письмена, сделанные еще в VIII веке до н.э. Аргишти, царем первого на территории нашей страны государства Урарту. Два с половиной тысячелетия назад воды Сивана затопили остатки поселения живших здесь племен. Найти места этих поселений помогло начавшееся обмеление озера. Вот они, следы древности, развалины города Иштекунив. Экспедиция археологов Академии Новокармении ведет раскопки Большого могильника. Его возникновение ученые относят к XV-XI векам до н.э. Эпохе, которая до последнего времени была белым пятном в наших представлениях об истории Закавказья. Могила вождя Кремени. Арутюновакимович Нацаканян бережно освобождает из тысячелетнего плена сохранившиеся детали колесницы. Как и большинство первобытных народов, люди страны озера путь в потусторонний мир считали неблизким. Понадобится проводник-возница, запасы пищи, жертвенник, различные предметы обихода. Снаряжение рядового члена племени гораздо проще. На его дорогу должно было хватить несколько сосудов с пищей. На раскопках древнего города найдено много предметов, которые дают яркое представление о высокой материальной культуре племен бронзового века. По изделиям первобытных мастеров мы можем судить о различных сторонах жизни этих племен. По многочисленным находкам ученые восстанавливают историю развития экономики, ремесел, искусств и быта. Такие изящные драгоценности позволяют судить и о вкусе людей далекого бронзового века. Совсем недавно в наших музеях не было экспонатов, представляющих этот интереснейший период истории народа в Закавказье. Раскопки на озере Севан продолжаются. Одним из величайших полководцев в истории Армении по праву считается Ашот II – Железный. Именно его военная смекалка и мужество помогли Армении навсегда освободиться от арабского халифата, который властвовал в Армении в течение четырех веков. Армения оказалась в сфере влияния арабского халифата в VII веке. Это была крупнейшая империя своего времени, простирающаяся от берегов Испании до Индии. На покоренных территориях Армении, Албании и Восточной Грузии арабы создали специальное наместничество под названием Арминия. Правитель Арминии, Эмир, назначался халифом и обладал почти неограниченной властью. Однако в Армении, Грузии и Албании, то есть в местах с преобладающим христианским населением, власть арабов была шаткой. Арабы предоставляли привилегии местным феодалам и религиозным деятелям. Однако чувствовалось большое давление на население, и день ото дня росли налоги. А также росло недовольство армянского народа, желающего освобождения атаков захватчиков и жаждущего своей независимости. Во второй половине IX века арабское государство начало дробиться на отдельные эмираты, не всегда подчиняющиеся центральной власти. В 875 году по решению князей была провозглашена независимость Армении. По воле княжеского собора и желанию народа, авторитетный лидер Ашот I Багратуни стал царем нового армянского государства. Однако с подобным вероломством халифат не смог смириться. В Армению было послано карательное войско арабов из соседнего Атропотенского эмирата. Крушав все на своем пути, наказывая армянский народ за дерзость, арабские солдаты еще сильнее озлобили армянское население. Новый армянский царь Ашот II Железный в 921 году решил дать главный бой противнику и тем самым окончательно избавиться от ненавистного ига поработителей. Учитывая большой численный перевес арабов, Ашот рассчитывал хитростью и неожиданностью напугать, а затем добить шокированного противника. Поэтому Ашот II выбрал знаменитое озеро Сиван местом будущей битвы. Началась тщательная подготовка тактики будущего боя. Некоторые отряды должны были ждать на самом озере, а другие должны были притаиться и ударить в тыл в необходимый момент. Итак, он завлек врага к озеру Сиван и сам с войском укрылся на Сиванском острове. Надеясь на численный перевес, арабы и их союзники начали осаду острова и даже не утруждали себя начать штурм, считая, что вскоре, без продовольствия на маленьком острове, армяне сдадутся сами. Как и рассчитывали арабы, армянский царь вскоре дал свое формальное согласие на сдачу и тем самым окончательно притупил бдительность соперника. На следующий день, разместив 70 своих лучших лучников на лодках, он вплотную подошел к берегу, на котором арабы уже ожидали сдачи армян. Однако вместо схода на берег, Ашот приказал пустить град своих стрел на врага и тем самым вызвал панику в его стане. Одновременно по его же сигналу в тыл арабам ударили вспомогательные войска. Бегство врага продолжалось аж до окрестностей Двина, а это несколько десятков километров от поля боя. За свою отвагу и блестяще проведенную операцию Ашот II был прозван в народе «Железным», а Сиванская битва явилась поворотным пунктом в истории освободительной войны против арабов. После этого сражения армянские отряды очистили центральные и северные области страны от чужеземных захватчиков. Халиф и его союзники были вынуждены смириться с этим. Арабский халиф послал Ашоту II корону и признал его царем царей. Таким образом, армянское государство окончательно освободилось от халифата и началась новая страница в истории независимого армянского государства, известного как Анинийское царство. То же самое и с самим Ереваном. Они уничтожили историческую часть Еревана. Наши предшественники жили там. Это факт. 782 год до Рождества Христова. Кажется, ответ найден. Год основания Рима – 753 до Рождества Христова. Год основания Еревана – 782 до Рождества Христова. То есть Ереван старше Рима на 29 лет. Турецко-персидские войны, длящиеся с начала 16 века, опустошили Армению. Сократилось ее население. Используя этот факт, азербайджанские лжеисторики пробуют доказать, что в 17 веке на этой территории армяне не жили. Насколько смехотворно это утверждение, можно судить из очень объективного источника того времени. Из описания французского путешественника Жана Шардена. Шарден, будучи в Ереване в 1673 году, когда Ереван находился под властью Персии, зарисовал город и опубликовал в немецком издании своего труда с надписью «Ереван – столица Армении». Подчеркнем – Армении, а не какого-то другого государства. С целью исказить историю Еревана, азербайджанские фальсификаторы пробуют использовать выпущенную в Российской империи медаль за взятие Ереванской крепости и полотно известного российского баталиста Франца Рубо «Сдача крепости Еревани 1 октября 1827 года». Поскольку на картине есть мечеть, азербайджанские лжеисторики делают вывод, что Ереван был азербайджанским городом. Исходя из этой логики, весь исламский мир следовало бы отнести к Азербайджану. Полотно Франца Рубо было создано в 1893 году. Сам автор родился в 1856 году, то есть спустя 29 лет после завоевания крепости. И желая подчеркнуть переход Еревана от персидского господства русским, художник изобразил на картине персидскую мечеть. Тот же подход прослеживается и на медали «За взятие Ереванской крепости». Цель изображения персидских мечетей в обозначении факта перехода Еревана от персидского владычества к Российской империи. А то, что Ереван как центр восточной Армении был и одним из важнейших городов Персии, факт известный. Об этом говорят и отчеканенные многочисленными персидскими шахами в 16-19 веках монеты, на которых написано «Зарбе и Раван», то есть выпущено в Ереване. Однако вся эта история относится к Персии, а никак не к Азербайджану. В исторических источниках отмечается, что на территории Ереванской крепости в 19 веке существовало две крупных мечети, а в окрестностях еще шесть небольших. Сегодня в Ереване сохранилась одна из двух вышеупомянутых мечетей – Голубая мечеть. Остальные были разрушены при советской власти. Это печальная действительность. Взяв на вооружение политику атеизма, на протяжении десятилетий советские власти разрушали памятники духовной культуры во всех республиках СССР. В Ереване в эти годы также были разрушены и уничтожены многочисленные христианские памятники. В 1930-х годах была разрушена церковь Святого Погоса и Святого Петроса V века. В центре города была уничтожена церковь Святого Катогике XII-XIII веков. Разрушены церкви Святого Григория Просветителя, Святого Симеона Церуни, Млера, средневековая часовня Казерна и огромное количество других, имеющих историческую ценность памятников культуры. В 1938 году, несмотря на множество обращений и жалоб армянской интеллигенции, указанием властей были до основания разрушены сохранившиеся фрагменты Ереванской крепости и на их месте вырос винный завод. Был разрушен и православный Никольский собор, по праву считавшийся архитектурным шедевром XIX века. А построенная в 1913 году русская православная церковь Святой Богородицы в 1930-х перестала действовать, превратившись в кинотеатр. Такова действительность. Странно, что приписывая армянам вину в разрушении одной крупной и шести небольших мечетей в Ереване, азербайджанские фальсификаторы не задаются вопросом, а разве то же самое в годы советской власти не происходило в советском Азербайджане? Вспомним, в 1936 году был разрушен значимый памятник культуры, мечеть Бибей Бата. В том же году варварски разрушен русский Александроневский собор в Баку. Почему верующее население Азербайджана не уберегло эти памятники от советской власти? В конце концов, азербайджанские фальсификаторы не должны забывать, что уже после принятия Азербайджаном независимости в Баку и его окрестностях самими азербайджанцами были разрушены несколько мечетей, против чего высказывалась и азербайджанская пресса, и управление мусульман Кавказа, и мусульмане Турции. Этот вопрос стал даже предметом обсуждения в докладе Госдепартамента США. Продолжение следует...